Так, уважаемые коллеги, первый вопрос, который мы должны себе задавать, как классифицируются лимфатические узлы брюшной полости? На две подгрузки. Первое, париетальные лимфатические узлы, лимфоноди париеталис. Второе, висцеральные лимфатические узлы, лимфоноди висцералис. Здесь градация довольно четкая, и поэтому их разводить должны по классификационным группам достаточно конкретно. Вот сейчас, вы видите, внизу ссылка литературная, это международная анатомическая номенклатура. Как классифицируются в брюшной полости висцеральные лимфатические узлы? Итак, ноди лимфатици цилиации, чревные лимфатические узлы, первая группа. Вторая группа. Желудочные лимфоноди гастрицы, декстри цинистри, правые и левые. Лимфоноди гастроменталис, декстри цинистри, правые и левые. Лимфоноди пилорицы, пилорические лимфатические узлы. Поджелудочные лимфатические узлы, поджелудочные железы, панкреатицы, которые подразделяются на верхний и нижний, супериорис, инфериорис. Селезеночные лимфатические узлы. Поджелудочно-двенадцатиперстные лимфоноди пилорицы, доденалис. Они также подразделяются на верхний и нижний. И, наконец, сюда же мы отнесем лимфоноди гепатицы, которые подразделяются на узлы желчного пузыря и форминальные узлы, расположенные во входе в венслойевое отверстие. Также брыжеечные лимфоноди или околицы, подвздошно-ободочные, предослепокишечные и позади слепокишечные, прицекалис и ретроцекалис. Лимфоноди мезоколицы, расположенные в брыжейке толстой кишки. Лимфоноди пароколицы, лимфоноди колицы, то есть самой толстой ободочной кишки, правые, средние и левые. Нижние брыжеечные и сигмовидные. Также верхние брыжеечные, верхние, прямо кишечные. Основная проблема, с которой мы сталкиваемся, когда пытаемся что-то описать, ну в любой локализации, в брюшной полости в частности, что мы поставили датчик, увидели, к примеру, лимфоузел, но он почему-то там не подписан. Там не написано, что он верхний брыжеечный или прямо кишечный. Мы сами должны его опознать. По каким критериям мы его должны опознавать? Первая иллюзия – соблазн. Назвать его по органу. Если он называется, к примеру, с пленницей, да? Лимфонодис пленницы. То мы где-то должны его искать в пределах самой селезиона. Но это зачастую соблазнение и именно иллюзия. Потому что критерием для названия этих узлов служит не сам орган, а питающий его сосуд. Прежде всего, на артерии мы ориентируемся. И поэтому мы должны найти сосуд, входящий в орган. И, отталкиваясь от расположения этого сосуда, даем название соответствующему узлу или группам узлов. И вот в качестве примера мы видим желудок, мы видим селезенку. И селезеночные узлы располагаются в воротах, но по ходу селезеночной артерии. А что касается желудочных узлов, то с таким названием узлы мы видели делятся на правый и левый. И это располагается вокруг артерии, идущей по малой кривизне. Для того, чтобы вот эти локализации узлов можно было узнать, давайте еще разок такую картинку нарисуем совместно. Вот это контуры желудка. Мы изобразили малую-большую кривизну. И сама структура передней поверхности тела желудка здесь разделена на четыре зоны. Первая зона соответствует телу и дну желудка, расположенному со стороны большой кривизны. Вторая часть также со стороны большой кривизны, но ближе к пилорическому отделу. Третья часть соответствует самому пилорусу, а четвертая идет по малой кривизне. Вот эти четыре зоны, они осуществляют лимфатический дренаж в разные группы узлов. Значит, вот это мы сейчас изобразили, лимфонодий гастроэпиплёйца-синистри. Почему они так называются? Потому что здесь по большой кривизне располагается одноименная артерия, артерия гастроэпиплёйка, то есть желудочно-сальниковая. И ближе к пилорусу еще соответствующая группа из второй зоны, осуществляющая лимфаток, это лимфонодий гастроэпиплёйцы-декстри. В области привратника своя собственная группа, лимфонодий пилорицы. И вот по малой кривизне желудка располагаются лимфонодий гастроэпиплёйцы-декстри и эт-синистри. Еще раз, то, что сейчас изображено, полностью идет вдоль одноименных артерий. То есть названия этих групп даны по названию артерий, кровоснабжающей соответствующей участке. И теперь мы также изобразили чревные узлы. Видите, они не касаются самого желудка. Они располагаются отдельно от него, несколько в стороне. И теперь все остальные сосуды, которые сам дренаж осуществляет. И смотрите, получается, что первая зона реально сосуды собираются в узлы по большой кривизне. Вторая зона аналогичным образом. И потом все они дренируются в чревные лимфоузлы. То есть сами по себе чревные лимфоузлы являются тем центральным местом, из которого дальше будет осуществляться в грудной лимфатический проток. И тоже для того, чтобы представить себе, как искать соответствующую группу узлов. Здесь область поджелудочной железы. И видите, узлы аналогичным образом связаны с сосудами, подходящими в данные региональные зоны. Чтобы потом решить проблему, как назвать узел, который мы нашли, мы должны именно сосуд идентифицировать. Вот сейчас вопрос стоит на чревном стволе. Вы узнаете, что мы осуществляем поперечное сканирование. Вот изображение расположения датчика. Это аорта. Отошел чревный ствол, который делится на селезеночную артерию и на общую печеночную артерию. Значит, прямо вокруг самого чревного ствола, по сути, своей на передней поверхности аорты, будут располагаться чревные лимфатические узлы. Его оплетать. А по ходу этих двух сосудов, на которые он разделился, он вообще на три делится. Но мы всегда видим обычно две. будут располагаться селезеночные и печеночные лимфатические узлы. Тоже аналогичный ориентир уже при продольном сканировании. Мы вывели аорту, от нее отходящая верхняя брюжеечная артерия. И вот выше нее вопрос стоит на чем? На том же самом чревном стволе, который у нас на первой кинопетле в поперечном сечении. А теперь он попал в сечение продольное. Так или иначе, мы можем представить себе, что если эти лимфатические узлы будут увеличиваться в размерах, они могут сдавливать, могут деформировать, оттеснять эти сосуды. Но именно по сосудам мы будем его, эти лимфатические узлы, идентифицировать. Вот еще один видеопример. Печеночный лимфатический узел. Для того, чтобы эти образования сначала опознать, мы должны методом исключения просто саму по себе общую анатомию этой зоны хорошо представлять. Вот этот узел, которого в нормальных условиях мы не должны видеть. Он как раз идет вдоль печеночной артерии, откуда и основание для того, чтобы его соответствующим образом обозначать как печеночный лимфатический узел. И тот же самый пациент теперь при продольном сечении этот лимфатический узел становится, видимо, вот здесь. интересно, что при поперечном сканировании у него неразличима область мозгового вещества, а в продольном сечении она становится заметным. Так бывает в связи именно с особенностями визуализации. Вот этот узел нас интересует. В норме мы не должны видеть лимфатических узлов, потому что они, не будучи увеличенными, сливаются с окружающей тканью. Теперь, видя пример другого характера, то, что мы видели только что, была не объяснимая лимфоденопатия. Сам по себе лимфатический узел был нормальных размеров, но мы говорим, что в норме мы не должны его видеть. А теперь и размеры, и форма существенно меняются. Смотрите, мы находимся сейчас в продольном сканировании по срединной линии. Очень интересная особенность формы печени, левая доля здесь такая вытянутая в передне-заднем направлении. Она словно бы стоит. При этом крайне каудальный размер очень небольшой. Она достаточно по высоте короткая, но длинная в передне-заднем направлении. и непосредственно к ней примыкают два образования, которые здесь хорошо различимы. Округлые, довольно крупные, их диаметр превышает 25 мм. Здесь невозможно дифференцировать какие-то внутренние структуры, относящиеся к коркому или мозговому веществу. Достаточно характерная ситуация для именно такого метастатического изменения узла. Тот же самый пациент, но мы сместились чуть латеральнее и сделали наклон. Соответственно, эти лимфатические узлы располагаются аналогичным образом, но несколько смещенными по сравнению с первой картиной желудок, и практически они будут лежать по области, примыкающей к малой кривизне. Картинка тоже, которая демонстрирует брыжеечные лимфатические узлы, это из такого анатомического атласа зарубежного. Хочу просто, чтобы мы представили, где мы их потенциально должны искать и где мы их можем найти. Опять вспомним, что здесь сейчас продемонстрированы две брыжеечные артерии. То есть всю совокупность петель ободочной кишки будут кровоснабжать две артерии. Вот это пошла верхняя брыжеечная и соответственно все лимфатические узлы расположенные вдоль нее будут относиться к верхней брыжеечной. А вот это к нисходящей ободочной кишке и началось сигмовидной и прямой проходит нижняя брыжеечная артерия. вот эти узлы относятся к нижним брыжеечным. У поперечной ободочной кишки вот эти лимфатические узлы в корне брыжейки поперечной ободочной кишки так будут называться лимфоноди мезоколицы. еще раз получается основная проблема в описании чтобы мы идентифицировали реальную локализацию где эти узлы мы нашли и описали их соответственно топографическим принципом. Тем более что это соотносится как раз с оттоком лимфы от соответствующей области. Теперь классификация париэтальных лимфатических узлов брюшной полости. Из той же международной атомической номенклатуры к париэтальным относятся лимфоноди люмбалис поясничные левые которые включают в себя артальные латеральные предартальные постартальные поясничные промежуточные интермедии и поясничные правые люмбалис декстри которые в себя включают также лимфоноди ковалис латералис значит латеральные или пароковальные да приоковались перед нижней половиной постковались сюда же относятся лимфоноди френицинфериорес эпигастрицинфериорес опять вспомним правило что речь идет не столько про топографическую зону сколько про локализацию сосудов там одноименные сосуды сосуды которые вот сопровождающими венами формируют голову медузы допустим при циррозах да и вот эта классификация достаточно важна чтобы попытаться сейчас топографически каждый из этих лимфатических узлов представить как его опознать где его искать и как соответственно обозначать воспользуемся вот такой картинкой где все лимфатические узлы совокупно изображены а теперь нам надо каждое из них по отдельности обозначить поэтому я ее специально теперь увеличил та же самая картинка и что мы здесь видим смотрите аорта вот она разделилась где-то условно на уровне пупка нам он является важным ориентиром на правую и левую общие подвздошные артерии нижняя половина специально здесь отсечена для того чтобы сделать доступными вот эти более глубокие структуры позади нее расположены да то есть понятно что постковальные лимфатические узлы мы можем увидеть в том случае если мы отвернем при обычном осмотре анатомическом а если сканируем то кзади от самой нижней полой вены и опять-таки сами сосуды для нас должны служить этим ориентиром вот прямо на нас вперед отходит и обрезан сосуд вот который как такая окружность попадает в сечение это чревный ствол выше чревного ствола первые сосудики которые идут вверх это сосуды нижней диафрагмальной артерия френец инфериорис и соответственно вот эти лимфатические узлы которые вплотную прилегают к данным сосудам они носят такое же точное название нижние диафрагмальные затем верхние брыжеечные посмотрите верхняя брыжеечная артерия отсечена вот в этом месте она отсечена потому что дальше ее ветви идут к кишечнику который тоже удален мы же смотрим сейчас париетальные лимфатические узлы поэтому все органы должны быть удалены для того чтобы это рассмотреть и верхние брыжеечные лимфатические узлы ложатся прямо спереди и обнимают по бокам одноименную артерию артерия мезентерика супериор затем номер три вот найдем мы непосредственно на аорте на передней поверхности лимфатический узел если он прямо на передней поверхности располагается у нас есть все основания его обозначить как преортальные расположены кпереди от аорты таких сосудов таких лимфатических узлов преортальных вполне естественно может быть несколько и все они лежат аналогичным образом прямо на передней поверхности аорты а теперь вот номером четыре посмотрите сбоку от аорты располагаются латеральные аортальные это интересные на той классификации которые мы только что в предыдущем слайде смотрели они являются латеральной артальной частью поясничных узлов то есть все расположенные на уровне поясничного отдела позвоночника это поясничные узлы но они уже делизируют в случае на латеральной артерии наконец номер пять посмотрите он лежит на сосуде отходящем в левую сторону вот его как пенек веточки отсечены в сторону да это нижний брыжеечный артериальный сосуд артерия мезентерика инфериор и значит эти лимфатические узлы также называются нижними брыжеечными что теперь смотрите вот номер шесть мы рассматриваем лимфатические узлы которые были бы не видны если бы мы нижнюю половину не отрезали мы ее отрезали и поэтому узлы номер шесть стали для нас доступными на этой картинке это постковальные лимфатические узлы расположены позади нижней полой вены наконец номер семь теперь справа с латеральной стороны от нижней полой вены это будут так называться латеральные ковальные лимфатические узлы и теперь номер восемь вот эти две цифры появились уже после бифуркации аорты на общую подвздошную артерию вот они есть с обеих сторон так и называется общий подвздошный номер девять что это такое от общей подвздошной в малый таз пошла артерия номер девять рядом с которой соответствующие сосуды внутренней подвздошной она для нас очень важна допустим при исключении всяких лимфоденопатий в малом тазу очень часто нам онкологи направляют после скажем гистероктомии контроль на протяжении нескольких лет и одна из задач подтвердить что там отсутствуют лимфатические где мы должны искать в том числе в первую очередь вот здесь вот внутренних подвздошных артериях мы будем ожидать исключать и проверять что отсутствуют лимфатические узлы этой локализации которая номером девять сейчас обозначена внутренние подвздошные и наконец номер десять это соответственно наружные подвздошные девять и десять хочу обратить ваше внимание как их искать надо девять бессмысленно искать трансабдоминально мы их не найдем только трансвагинально да а номер десять наоборот надо искать трансабдоминально мало того если человек не слишком избыточное веса и комплекции да можно использовать линейный дач для того чтобы более гарантированно просмотреть вот эту зону для исключения увеличения подвздошных лимфатических узлов номером одиннадцать изображена цистерна грудного лимфатического протока то место которое в значительной степени собирает в себя мелкие лимфатические сосуды от органов брюшной полости мы сейчас на этой картинке рассматриваем париэтальные лимфатические узлы от органов все собирается в висцеральные которые потом дренируются в цистерну хили посмотрите пожалуйста как она изображена здесь для того чтобы ее увидеть мы понимаем что она располагается кзади от правой печеночной артерии более глубоко чем правая печеночная артерия и чтобы ее увидеть опять-таки мы должны смотреть кзади от нижней половины здесь нижнюю половину на этом уровне отрезали а пока не отрезали получается мы не увидели узи нам предоставляет такую возможность заглянуть туда но важно чтобы мы представляли себя где конкретно искать тоже хочу обратить внимание на то что вот здесь в париэтальных лимфатических узлах не изображены череп почему мы их с вами смотрели на предыдущей классификационной группе они относились к висцеральному потому что черепный ствол разделится потом на селезеночную и на печеночную артерию и те и другие являются висцеральными и сам черепный ствол в этой связи как раз окружен будет лимфатическими узлами висцеральной группы и так вот это классификационное разделение очень важно для того чтобы мы друг друга понимали когда читаем заключение друг друга пациент пришел смотрелся допустим полгода назад и описываются их отсутствие что в этой зоне просмотрены все региональные зоны лимфатопа и узлы не обнаружены а мы что-то увидели и должны в таком случае сравнивать терминологическое описание как раз топографии расположения узлов вот с этими классификационными группами теперь несколько общих положений как правило неизмененные лимфатические узлы при эхографии брюшной полости не определяются в силу небольших размеров и схожих акустических свойств с окружающими тканями минимальный размер выявляемых лимфатических узлов составляет 8-9 миллиметров выявленные при УЗИ лимфатические узлы даже небольших размеров считаются патологически измененными и требуют проведения дальнейших диагностических мероприятий чаще лимфатические узлы локализуются вдоль магистральных сосудов либо в воротах органов при небольших размерах они имеют вид гипоэхогенных округлых образований с четкими ровными контурами по мере прогрессирования патологического процесса размеры лимфатических узлов увеличиваются структура их представляется неоднородной эхогенность может повышаться контуры узлов становятся неровными появляется тенденция к образованию конгломератов конгломераты одна из таких характерных особенностей патологически измененных лимфатических узлов они могут сдавливать стеснять смещать органы и сосуды в различные стороны это видео петля которую мы уже с вами смотрели на прошлой лекции при лимфоликозе преортальные лимфатические узлы сюда она относится больше по как раз сегодняшней теме давайте найдем основные ориентиры узнаем позвоночник на позвоночнике чуть левее мы находим аорту вот сейчас указательный пальчик мышки как раз на ней и сплющенном состоянии таком находится нижняя полая вена все гипоэхогенные многочисленные такие округлые и овоидные образования которые мы здесь видим это патологически измененные лимфатические узлы размеры посмотрите как сильно варьируют некоторые отличаются от рядом расположенных в 5-6 раз некоторые около 5-6 миллиметров в диаметре а вот эти наиболее крупные достигают 25 миллиметров по длиннику но у всех практически однотипная структура нигде мы не видим дифференциации на торговое мозговое вещество и видим резкое увеличение их в количестве вот здесь их просто можно обобщенно назвать пренда аортальными но понятно что на самом деле они могли бы быть подразделены на несколько подгрупп с диагностической точки зрения здесь это не имеет никакого принципиального значения потому что они все однотипные выявляются в единой области но располагаются на самом деле впереди от аорты и нижней пола вены ну и теперь лимфатические узлы таза ясно что брюшная полость и таз являются единой полостью которую мы разделяем но в данном случае искусственно и поэтому общие ориентиры у нас будут одни и те же давайте представим себе общую вот такую топографию нарисуем сами тазовые кости крестец поясничные позвонки смеш позвоночными дисками и вот магистральные сосуды аорту которая в нашем случае на уровне четвертого поясничного позвонка осуществила дифуркацию это колебаться может располагаться выше иногда на уровне третьего позвонка видим что она разделилась на общие подвздошные артерии а потом те в свою очередь продолжаются на наружную подвздошную и внутреннюю подвздошную и рядом нарисовали нижнюю полую вену мы ее дальше тоже отсекли чтобы она не загромождала детали изображения и теперь смотрите мы слева от тел позвонков изобразим лимфатические узлы которые называются поясничные вдоль тел поясничных позвонков по бокам от них это будут поясничные лимфатические узлы лимфоноди люмбалис правые и левые соответственно а теперь после бифоркации лимфатические узлы расположены на общих подвздошных артериях тогда это лимфоноди и лиоцикамунис общий подвздошный затем вот этим более светлым зеленым оттенком я изображаю лимфоноди и лиоцик экстерни это интерни да внутренние и наружные подвздошные внутренние пошли вдоль внутренней подвздошной артерии а наружные прямо на наружной лежат спереди вот это два очень важных артериальных сосуда которые располагаются на передней поверхности крестца и получили название латеральной крестцовой артерии собственно крестцовые узлы лимфоноди сакралис такое название получили не потому что они просто на крестце лежат а потому что они располагаются вдоль одноименного сосуда артерия сакралис латералис латеральная крестцовая артерия вот прямо на ней мы их продемонстрировали теперь фрунтирная линия мы ограничили паховую связку и значит ниже паховой связки это уже будет ниже уже будет бедро и тогда вот эти лимфатические узлы обозначены как лимфоноди и лиации суперфициалис паховые поверхностные лимфатические узлы они прямо на передней поверхности сосудистомерного пучка бедра бедренной артерии и вены а позади этих сосудов более темным цветом вот мы нарисовали лимфоноди или аци профунди извините не и лица я говорил сингвеналис да паховые глубокие ясно что они располагаются кзади от бедренной артерии когда мы эту базовую картинку представляем дальше как раз самое время обсудить лимфооток от органов малого таза прежде всего нас интересует матка лимфооток от матки ту же самую картинку используем в качестве базового ориентира вот теперь мы нарисуем матку специально отрезали одну трубу просто чтобы участок вот этой левой зоны не загромождать чтобы нам все было виднее изобразили правый яичник вот он изобразили круглую связку матки и подвешивающие не подвешивающие а собственную связку яичника вот для того чтобы тоже опознать ее и теперь первое направление лимфооттока смотрите от области дна идет вдоль маточных труб и поднимается к поясничным лимфатическим узлам поэтому с точки зрения всякого рода подозрений на злокачественный процесс нам нужно поменять датчик допустим с вагинального на конвексный и проанализировать найдем ли мы вот в этом месте по бокам от аорты и нижней полой вены лимфатические узлы то есть важно отдавать себе отчет что от нас в таком случае требуется постоянный переход с одного датчика на другой это можно отложить на конец процедуры чтобы не переключаться несколько раз да но важно чтобы это в качестве диагностической задачи всегда у нас в голове было значит от области дна если есть поражение как раз преимущественно в области дна матки мы должны искать вот эти поясничные лимфатические узлы затем от тела матки лимфоток осуществляется прежде всего лимфоноди ингвеналис суперфициалис опять значит нужно переключаться теперь используем линейный датчик отложили полостной и ниже паховой связки как мы в прошлый раз обсуждали как раз нащупали или прямо увидели линейным датчиком направление самой связки и потом ниже ее ищем если здесь какие-то патологические изменения в лимфатических узлах также от тела матки есть еще одно направление оттока это в крестцовые лимфатические узлы узлы расположены рядом с латеральной крестцовой артерией расположены прямо по передней поверхности крестца очень часто они бывают затрудненными для оттока для осмотра по той простой причине что в прямой кишке в сигновидной кишке каловые массы затрудняют непосредственно осмотр значит если у нас остался для себя вопрос мы должны еще раз просто пациентку предупредить что надо еще раз пересмотреться после подготовки после очистительной клизины и еще раз ее посмотреть на другой какой-то день для того чтобы удостовериться что мы эту зону просмотрели без предварительной подготовки как правило эти лимфатические узлы видны плохо если даже они будут патологически измененными по понятным причинам кстати достаточно часто бывает ситуация которая требует повторного осмотра именно после очистительной клизмы для того чтобы более глубокие зоны малого таза на границе с крестцом контролировать и так от тела матки мы нашли два направления и наконец теперь от шейки матки основное направление идет вот в эти лимфоноди ингвеналис интерми вспомним что эти лимфатические узлы вот тут прямо нарисованы на одноименной артерии и вспомним что именно эти сосуды внутренне подвздошные нам служат ориентиры при поиске яичника я специально сейчас покажу вот эту кинопетлю вот видите здесь знак вопроса на строме яичника яичник с периферически расположенными фолликулами реально прямо касается когда он нормально расположен реально касается в данном случае внутренней подвздошной вены артерия вот она рядышком пульсирует и заставляет пульсировать эту вену которая прилежит яичник своей латеральной поверхностью то есть прямо по ходу вот здесь мы должны как раз контролировать будут ли какие-то изменения лимфатических узлов или нет по ходу значит вот сама идет вена или акоинтерна а вот артерия сосудисто нервный пучок который вплотную примыкает к латеральной поверхности яичника то есть мы должны найти сами эти сосуды и проследить на том протяжении на котором удается если там какие-то лимфатические узлы или нет собственно исключение лимфатических узлов мы говорили что в норме мы их не должны они требуют исключения по конкретным зонам значит это одна из зон связанная с поиском при помощи вагинального датчика в отличие например от зоны поверхностных паховых лимфатических узлов которые требуют использования линейного датчика и в отличие от поясничных узлов которые требуют использования конвекс то есть для того чтобы ответить на вопрос отсутствуют ли лимфатические узлы при поисках у данного пациента где есть какие-то подозрения на потенциальную к примеру молебнизацию мы должны переключаться с одного датчика на другой и искать в разных местах соответствующих вот этим зонам регионарным лимфооттоком наконец что касается шейки матки здесь могут быть лимфатические узлы расположены в винте параорганно паравизикальные паравгинальные параректальные то есть уже не привязывая их к непосредственному сосуду а оценивая есть ли по периферии соответствующего органа какие-то образования подозрительные на лимфатические узлы вот мне хотелось бы еще раз заключая этот материал сделать несколько акцентов первый на то что проблема поиска лимфатических узлов брюшной полости она является всегда частью диагностической задачи после самых разнообразных онкологических операций к нам онкологи регулярно направляют как минимум раз в год для исключения патологических образований брюшной полости и изменений в лимфатических узлах значит поиск этих узлов должен складываться из поиска магистральных сосудов для которых являются как раз прежде всего висцеральные лимфатические узлы ориентиром и для поясничных лимфатических узлов правых и левых это нижняя половина и аорта для поиска узлов связанных с оттоком от матки надо очень целенаправленно менять датчики если мы привыкли вообще работать одним датчиком и не меняем его мы легко можем не заметить лимфатический узел патологических изменений спасибо спасибо